основы композиции я считаю что эта тема наиболее важная для начинающих художников в этом видеоролике речь пойдет о том что такое золотое сечение правило третей основы композиции в пейзаже на тюрморте и портрете что такое центр композиции и многое многое другое поехали композиция в переводе с латинского это составление связывание сложение соединения составление целого из частей вы можете сколько угодно прорисовывать детали в вашей картине вы можете делать ее ярче контрастнее но если вы допускаете ошибку в композиции то будьте уверены что ваша работа потеряет ценности будет смотреться как любительская многие начинающие художники услышав о том что существует золотое сечение пытаются применить его в своих работах но стоит ли это делать на стадии обучения давайте разберемся золотое сечение или золотая пропорция это гармоническое деление в эпоху возрождения золотое сечение было очень популярным среди художников о нем еще говорил леонардо да винчи вы наверное слышали о божественной цифре одна целая 618 например если вы возьмете отрезок длиной 10 сантиметров и разделите его приблизительно в золотном отношении то у вас получится два отрезка 6 и 2 сантиметра и 3 и 8 сантиметра то есть одна часть отрезка будет больше другой в одну целую шесть десятых раз если 10 разделить на 6 целых две десятых то получится 1 целое шесть десятых это и есть золотое число если мы под 90 градусов проведем отрезок а равный отрезку а то у нас получится прямоугольник золотого сечения кстати такой формат холста можно использовать в живописи если же провести еще один отрезок а равный отрезку а то получается квадрат но с правой стороны мы видим прямоугольник в вертикальном положении подобный нашему прямоугольнику в горизонтальном положении а если провести диагональ то такие деления могут быть до бесконечности золотое число и золотое сечение встречаются везде в пропорциях фигуры человека в растениях у животных именно поэтому число одна целая 618 называют божественным а художники используют золотое сечение в своих картинах стоит ли начинающим художником использовать золотое сечение в своих картинах я думаю нет сначала надо изучить основы композиции в противном случае вы будете постоянно допускать более значимые композиционные ошибки ну например замысел художника тема картины не всегда сопоставимы с золотым сечением уж лучше использовать правило третей правило третей это принцип построения композиции основанной на упрощенном правиле золотого сечения любой формат можно условно расчертить на 9 квадратов или 9 одинаковых прямоугольников основные предметы и объекты в картине лучше рисовать в местах соприкосновения линий правилом третей чаще всего пользуются фотографы но и этот пример к сожалению не всегда можно использовать золотое сечение и правило третей не дают никакой гарантии начинающему художнику что он начнет правильно и грамотно компоновать все предметы и объекты своих картинах все дело в том что работу художника надо рассматривать индивидуально независимо от других его живописных полотен давайте рассмотрим на примере репродукций наших классиков как компонуется пейзаж давайте рассмотрим картину левитана золотая осень и применим правило третей как вы можете видеть линия горизонта в картине совпадает с линией разметки а вертикальная березка проходит вдоль линии слева рассмотрев картину в целом мы с вами понимаем что линия горизонта выше середины картины это говорит о том что небо только дополняет а главными объектами в этой картине является вода берега деревья дальний план следующий пример репродукция шишкина лес вечером обратите внимание что линия горизонта находится в том месте где проходит линия схемы а дерево параллельно вертикальной линии в этой работе шишкин хотел показать красоту и яркость оттенков заката поэтому линия горизонта находится ниже линии середины картины главным здесь выступает небо и яркие оттенки заката если с левитаном и шишкиным все ясно и понятно то что вы скажете на работы ефима ефимовича волкова этот художник не брезгует поместив линию горизонта в центр картины и разделив картину на две равные части вроде бы принято считать что линию горизонта нельзя изображать в центре картины но как вы видите на примере смотря какая картина есть и другие особенности грамотной композиции в пейзаже иногда некоторые начинающие художники изображают линии пейзажа в угол картины если это делать очевидно то такая композиция будет считаться ошибкой но давайте вернемся к левитану обратите внимание на картину у омута вы можете наблюдать что левитан тоже изображает корни деревьев по линии в угол картины но делает он это не так контрастно и не так очевидно поэтому восприятию картины такая композиция не мешает другое произведение левитана март казалось бы дорога уходит также в угол картины но и это не мешает восприятие центра композиции пришло время поговорить о балансе и дисбалансе в композиции а также а равновесие и движение здесь кажется все очень просто вверху вы видите примеры равновесия а внизу дисбаланс равновесие может быть устойчивая и неустойчивая движение и статика относятся к динамике на первом рисунке вверху вы можете видеть закрашенные круги нам кажется что равновесие при такой композиции устойчивая если же посмотреть немного правее то вы увидите черный прямоугольник на белом фоне и этот прямоугольник явно перевешивает белый фон в левом нижнем углу мы можем рассмотреть динамику такие схематические рисунки часто используют в дорожных знаках закрашенный темный треугольник напоминает нам склон по которому катится шар вниз в правом нижнем углу вы видите схему неподвижного предмета баланс или дисбаланс зависит от цвета формы и тона предметов мы можем видеть с вами на примере как справа большое дерево кажется уравновешенным по отношению к мелким деревьям слева они берут своим количеством а в этой картине сальвадора дали головокружения кажется дисбаланс мы видим с вами пятна и линия построены таким образом что нам кажется как будто мы стоим на краю и у нас действительно кружится голова пришло время поговорить о центре композиции в картине что такое центр композиции проще говоря это самое главное что есть в картине некоторые начинающие художники путают центр картины и центр композиции совмещая эти два понятия но это неправильно центр композиции может быть не в центре картины а смещен влево вправо вниз или вверх прежде чем приступать к работе определитесь с форматом и центром композиции в этом формате например вертикальный формат лучше всего подходит для портретов горизонтальный для многопланового пейзажа квадратный для натюрмортов пространство может быть одноплановым или многоплановым на этой фотографии изображен многоплановый пейзаж и центр картины совпадает с центром композиции но как я уже говорил бывает и так что центр композиции смещен и не находится в центре картины яркий тому пример картина айвазовского девятый вал где существует два центра композиции один главный а один второстепенный скорее всего иван константинович хотел показать в своей картине девятый вал идеальный по своей красоте пейзаж эта картина подразумевает романтику вселяющую страх группа выживших после буря знает и видит что надвигается последняя волна девятая это волна убийца карабкаясь на мачту из последних сил каждый из моряков поддерживает товарищи люди не теряют надежду ведь знает что минует девятый вал и выжившие спасутся в таком красивом пейзаже развертывается драматургия глядя на эту картину и борьбу человека и стихии понимаешь насколько масштабно мыслил айвазовский одно дело когда мастер целенаправленно выделяет два композиционных центра в одной картине с учетом замысла своей работы а другое дело когда начинающий художник неосознанно выделяет несколько главных предметов в одной картине при этом допуская композиционную ошибку предметы не должны быть далеко друг от друга но и в одну кучу их не стоит размещать в композиции должна быть гармония обратите внимание на этот натюрморт вроде бы все хорошо красиво но если мы мысленно разрежем натюрморт и на две части то у нас получится два самостоятельных натюрморта когда вы компонуете предметы и объекты в своей картине подумайте можно ли разрезать мысленно картину горизонтально или вертикально чтобы получилось две если это можно сделать то в вашей картине присутствует композиционная ошибка по своей сути центр композиции это самое главное место в картине все остальное должно дополнять этот центр композиции но как его выделить выделить центр композиции можно при помощи изменения формы предметов или изменив размер предметов выделить главные предметы или центр композиции можно также при помощи тона и цвета например светлые предметы на темном фоне темные предметы на светлом фоне холодные оттенки на теплом или теплые оттенки на холодном даже в квадрате малейче можно найти центр композиции в данном случае это будет черный квадрат на белом фоне еще Еще один прием, который можно использовать для обозначения центра композиции, называется эффект кулис. Обычно эффект кулис используют в пейзажах. Здесь все очень просто. Заполняем тоном и цветом, изображая какие-то предметы слева и справа. В центре картины появляется центр композиции. Конечно же, кулисы. Это не значит, что нужно рисовать настоящие кулисы. Не обязательно изображать какие-то предметы. Можно работать тоном или цветом. В принципе, здесь также присутствует эффект кулис. А можно изобразить центр композиции без кулис, изображая предметы ярче и контрастнее, как это делал Куинджи. Главное, чтобы центр композиции отличался от всех остальных предметов в картине. Еще один пример, как можно выделить центр композиции. Это можно сделать линиями, которые направлены в центр композиции. Они как бы говорят зрителю, посмотрите, там центр. Центр композиции можно выделить не только при помощи формы, цвета и тона предметов, но и также при помощи смысла. Например, группа людей слева и права смотрят на Иисуса, который находится в центре. Многие показывают руками в его направлении. И мы тоже начинаем рассматривать центр композиции. Что бы вы ни писали, натюрморт, пейзаж или портрет, законы композиции действуют везде. Но приемы композиционные – это выбор автора. И только автор может определить, какая композиция ему нужна. Это зависит скорее от смысла, от идеи картины. Если вам понравился этот видеоролик, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и делитесь видео с друзьями. А самое главное, напишите в комментариях под видео, что вы думаете о композиции и какую применяете в своих работах. С вами был Дмитрий Ревякин. Пока!